Фотографии Архангельска, сделанные Семеном Фридлендом в 1958 году, представляют собой настоящую фотоэнциклопедию жизни послевоенной столицы Поморья. Мы не знаем, чем так приглянулся наш город знаменитому фотографу, но больше Архангельска из всех городов и мест в СССР он снимал только Москву. Семен Осипович Фридленд, один из самых талантливых фоторепортеров Советского Союза. На карте нашей страны сложно найти место, где бы он ни побывал со своим фотоаппаратом. Если собрать воедино все фотографии Семена Осиповича, а их сохранилось около 19 тысяч, то можно увидеть историю советского государства 30-60-х годов прошлого столетия, Великую Отечественную войну, новостройки и колхозные нивы, города и таежные поселки, дела и подвиги советских людей. Многотысячный архив фотографий находится в библиотеке Университета Денвера в США и доступен в электронном виде. Фотографий, на которых изображен сам Семен Фридленд, очень мало. Представляем некоторые из них. Из воспоминаний друга и соратника Семена Фридленда Юрия Кривоносова Семен родился в Киеве, но совсем не был похож на типичного киевлянина. И язык его был без обычного южного говорка, и не было в нем малоросского гонорка, от юга в нем был только мягкий юмор с грустинкой, совсем как у Исаака Бабеля. В 1925 году по приглашению двоюродного брата он приехал в Москву. К тому времени его брат, в будущем известный поэт Михаил Кольцов, без псевдонима тоже Фридленд, был уже очень известен. Журналист номер один и создатель «Огонька», где Семен Осипович тогда еще просто Сема и начал работать фотокорреспондентом. Уже через год он стал участвовать в фотовыставках, получал за свои работы призы и дипломы и быстро выдвинулся в ряды лучших фотожурналистов страны. В правде Фридленд тоже побывал фоторепортером и в журнале «СССР настройки», и в «Союз фото», через который прошли почти все пионеры советской фотожурналистики. Учился во ВГИКе на операторском факультете. Потом началась война, и он прошел ее фотокорреспондентом с Авинформбюро. А потом, по примеру блудного сына, вернулся в отчий дом, журнал «Огонек». И снова возвращаемся к фотографиям Архангельска. Много снимков Семен Фридлен сделал на Северной Двине. Жизнь на реке кипела. Буксиры, катера, покрытые ржавчиной траулеры, щеголеватые иностранцы, беленькие чистенькие гидрографы, огромные сухогрозы. Попали в кадр лесобиржи, погрузка судов в продукции лесозаводов. Запечатлены на снимках Семена Осиповича и наши северяне. Простые счастливые лица наших земляков-тружеников, снятые талантливым фотографом, просто завораживают. В творчестве Семена Фридленда удивительно органично сочетаются элементы классической фотографии с ее выверенными композициями. И приемы репортажного метода съемки, который начал внедряться только с середины 50-х годов. А у Семена Осиповича это обнаруживается значительно раньше. Коллекция цветных снимков Советского Союза, сделанных с 1950 по 1958 год Семеном Фридлендом, является уникальной. А по качеству сопоставима с современной цифровой фотографией. Лучшие изображения это те, которые сохраняют свою силу и влияние на протяжении многих лет, независимо от того, сколько раз их рассматривают. Эти слова, несомненно, относятся и к фотографиям великого мастера своего дела Семена Осиповича Фридленда. Благодаря его снимкам мы можем погрузиться в атмосферу того времени, узнать, каким был наш город в 50-е годы прошлого столетия, и насладиться прекрасной работой талантливого фоторепортера. Субтитры создавал DimaTorzok